Субтитры создавал DimaTorzok Как известно, люди охотились на животных, чтобы прокормить себя с древних времен. Таким образом, мясо является одним из самых первых источников питания для человека. Археологические данные показывают, что одомашнивание различных видов животных и растений начались в шести различных регионах мира самых ранних поселений человека от 7 до 10 тысяч лет назад. Основная цель этих революционных изменений, которые впервые начались в тропическом и субтропическом климате Юго-Восточной и Южной Азии, Северной и Центральной Африке и в Центральной Америке, более эффективное улучшение сельского хозяйства и получение от животных молока, мяса, шерсти и кожи. Важнейшей вехой животноводства, которая продолжалась в течение тысячи лет, является разведение разных видов крупного рогатого скота в закрытых помещениях для того, чтобы быстрее получить вкусное мясо животных и выращивание кормов. Дополнительный корм в виде клевера, кукурузы, ячменя, пшеницы и сои, жмыха, патоки и при интенсивном откорме сделали цены на мясо доступнее, а следовательно увеличивается потребление мяса. Сегодня мировое поголовье крупного рогатого скота составляет 1,3 миллиона голов. Индия и Бразилия имеют примерно 30% от всего мирового запаса рогатого скота. Европейский Союз, Китай, Соединенные Штаты Америки и Восточная Африка, известные своей добычей рога, это другие крупные страны, занимающиеся разведением рогатого скота. Сегодня поголовье овец в мире составляет 1,2 миллиарда голов, а мировое поголовье коз достигло 1 миллиарда голов. Китай и Индия являются ведущими странами в мире по разведению мелкого рогатого скота. Мировой спрос на мясо постоянно растет, однако увеличение потребления мяса в значительной степени варьируется между странами. Потребление мяса растет медленно, и на самом деле практически зашло в тупик в Европе и США, которые являлись крупнейшими производителями мяса 20 века. Самый большой спрос на мясо в мире исходит от стремительно растущего среднего класса в Индии и Китае. В то время как красное мясо является доступным продуктом в развитых странах, для стран с плохо развитой сельскохозяйственной инфраструктурой это роскошное питание и может появиться в меню только для специального ужина. Исследования показывают, что спрос на животный белок растет в связи с повышением уровня доходов, ведь потребление мяса является символом статуса более высоких доходов. Однако потребление мяса до сих пор почти роскошь для многих людей в развивающихся странах. Разрыв между развитыми и развивающимися странами проявляется в потреблении мяса. Людям необходимо удовлетворять 56% своих потребностей белка из продуктов животного происхождения. В развивающихся странах этот показатель составляет всего 18%. Наиболее важная часть обработки мяса на бойнях, где мясо готовится для промышленного использования. Древнейшие бойни в истории создали уйгуры, и их традиции были продолжены и развиты в эпоху династии сельджуков после принятия ислама. Самые ранние примеры современных скотобоин были построены в X веке во время правления династии сельджуков мясницкими гильдиями. Мясники резали животных в общественных местах на открытых пространствах, закрытых по бокам. Эти скотобоиньи, проводящие халяльные методы забоя по исламским правилам, уделяли пристальное внимание гигиене. Торговцы мясом, субпродуктами и кожей имели свои магазины за пределами городских стен и проверялись гильдией мясников. Во время османского периода та же традиция поддерживалась с улучшением санитарно-гигиенических мероприятий по сохранению мяса от бактерий и по контролю за отходами, особенно когда удовлетворялись потребности в мясе для дворца. Первую бойню в Стамбуле построили в 1453 году по приказу султана Мехмета II, после того, как город был завоеван турками. За бой животных публично на улицах запрещен имперским орденом, а некоторые места были назначены общественными скотобойнями. И транспортировка, и поставки мяса после убоя были регламентированы. Поскольку за бой скота — это очень сложная и грязная профессия, по своей сути, ее выполняли люди низших классов, и потребовалось время, пока отношение к ним поменялось. Мясники были неуважаемые люди, участвующие в скандалах и драках, и народ сторонился их. Тот же Мехмед II издал императорский указ, по которому мясники занимались работой садовников в течение шести месяцев в году для их психологического здоровья. Первая бойня в США была создана в 1640 году в штате Коннектикут. Хотя европейцы узнали о системе бойн от османов, бойни в Европе не были созданы до 1800-х годов. Первым государственным деятелем, который понял важность бойни в плане здоровья и соображений безопасности, был Наполеон Бонапарт. Первая бойня в Париже была построена в 1807 году по приказу Наполеона. После этого современные бойни получили широкое распространение в Европе, Азии и в Африке, к югу от Сахары. После Второй мировой войны в бойнях начали использовать холодные хранения на складах, и это сделало цены на мясо более доступными. Высокий уровень белков и незаменимых аминокислот, содержащихся в мясе, не может быть произведен в человеческом организме, поэтому важно получать их с пищей. Кроме того, мясо является основным источником цинка, магния, железа, фосфора и кобальта, необходимых минералов для человеческого организма. Особенно железо, содержащееся в мясе, эта форма железа легко усваивается организмом. Потребление мяса рекомендуется для людей с инемией. Мясо и мясные продукты являются хорошим источником витаминов группы В-тиамина, рибофлавина, ниоцина, биотина, В-6, В-12, пантотеновый и фолиевый кислот. Обработка мяса в халяльных скотобойнях заключается в следующем. Во-первых, животных транспортируют из различных мест, собирают в загоны, которые могут быть модулированы в зависимости от количества животных. Для того, чтобы получить качественное мясо, необходимо, чтобы уровень стресса у животных был минимальным. Поэтому их нужно держать в загонах, по крайней мере, один день и подготовить для убоя. После ожидания в загонах скот везут на убой. Животных поворачивают в сторону мекки и забивают в специальной убойной кабине, предварительно произнеся слова «Во имя Аллаха! Бисмилля!», а затем кровь отливают от животного. Сначала отрезают ноги и рога, затем удаляют внутренние органы, а тушу делят на части. После ветеринарного контроля, очистки, обрезки и взвешивания мясо принимают для предварительного охлаждения, а затем отправляют его в холодное хранилище до отгрузки. Все это от убоя животного до отправки его в холодильник займет не более 20 минут. Мелкий рогатый скот, овец и коз принимают в убойный цех после ожидания в загонах. Их поворачивают в сторону мекки, режут, произнеся «Бисмилля!» и спускают кровь. С убитых животных снимают кожу и удаляют внутренние органы. Далее ветеринарный контроль, генеральная очистка, обрезка и взвешивание, предварительное охлаждение, а затем мясо отправляется в холодильник. Вместе с забоем животных в соответствии с исламскими и санитарными нормами их хранения при правильной технологии — это самый важный вопрос современной скотобойни. Мясо дольше хранится и легче обрабатывать по сравнению с птицей и рыбой. Однако для туши очень важно охлаждение и хранение мяса с точки зрения предотвращения порчи и сохранения свежести в течение длительного времени. Потеря веса мяса при взвешивании его после резки и во время охлаждения должна быть примерно 2%. С другой стороны, потемневшее и посиневшее мясо снижает его рыночную стоимость. Поэтому очень важно, чтобы системы охлаждения и мощности были спроектированы и построены качественно. Еще одним важным вопросом является срок хранения для сохранения свежести мяса. После того, как тушу мяса извлекают и режут на кусочки, ее можно держать в вакуумной упаковке в холодильнике без замораживания в течение 60 дней, сохраняя свежесть. Можно продлить срок хранения свежего мяса до 90 дней с простыми дополнительными профилактическими процедурами. Единственный способ сделать это заключается в снижении величины pH мяса с 7, когда его впервые забивают на 5,6 и держать его на уровне 5,6. Этот метод также улучшает вкус мяса, повышает спрос на него, создает коммерческие возможности в странах с большими потребностями свежего мяса. Туши мяса являются основным источниками сырья для мясной промышленности и мировой торговли. В то время как мясники поддерживают рынок розничной торговли мясными тушами, все прочие обработанные мясные продукты выпускаются также из мяса, снятого с этих же туш. Даже если вы имеете породистое сельскохозяйственное животное и кормите его правильным способом, вы должны правильно обработать его тушу. Чтобы получить 1 кг мяса, мы должны уделить особое внимание тому, сколько корма и воды мы используем, потому уважать требования и беречь наше мясо. Продолжение следует...